Творчество Веры Хайруддиновой, как и ее жизнь, неразрывно связано с нашим краем. Окончив школу номер 7 Гая, Вера с 1992 года живет и работает в Москве. Вера нередко приезжает в Гай с целью не только увидеть родных людей, но и познакомить гайчан со своим творчеством. «Цветы страсти» – это не первая выставка, представленная в нашем городе. Живопись «Я дышу». Это не основной вид моей деятельности. Я к нему пришла, и сейчас у меня с каждым днем все больше и больше, скажем, я все свободное время сейчас посвящаю именно живописи. Потому что если я день не пописала, у меня что-то какого-то хорошего не произошло. Если у меня там полкартины, там какая-то часть картины где-то прибавилась, или какая-то завершенная картина, которая мне безумно нравится, то я счастлива. «Каждый цветок веры» – это отдельная история страсти и нежности, которыми художница с легкостью делится, играя с композицией, цветом, формой, причудливыми изгибами лепестков. По словам художницы, нарисованные ею цветы – это отражение ее внутреннего мира. Стоит сказать, что картины пестрят не только яркими красками, но и несут в себе романтические ноты. Мой посыл я пишу только красотом. Все, что связано с красотой, с природой. У меня всегда все картины, я использую солнечные цвета. Даже если вот мои последние картины на темном фоне, они все равно у меня все светятся, все просвечивающие, и они не смотрятся темными. Они именно яркие цветовые пятна, красивые, которые привлекают к себе внимание, и от моих картин невозможно глаз оторвать. Потому что я так чувствую. Я каждую свою картину пишу до тех пор, пока я сама не влюблюсь в нее настолько, что понимаю, что готов результат. Я пишу коллекциями всегда. И вот так как мне нужно подготовить картины еще для более большой выставки, то есть я еще должна подписать, ну как должна, я хочу это делать. У меня еще недостаточно картин. Вот именно, ну не написалось. Вот так как у меня были пейзажи по Уралу, да, я вот их писала, писала, писала очень долго, там очень трудоемкие работы такие были. И вот пришел момент, когда я почувствовала, что все, уже не хочу, хочу на что-то новое. Вот сейчас мое новое, оно уже не совсем нового цвета, да, но я пока задержусь в этом. Я пока очень хорошо себя ощущаю во всем этом позитивном, ярком, цветном. Понятно, от природы мы далеко не уходим, но я выбираю всегда, ну, какие-то эксклюзивные такие сочетания цветов или форму лепестков, какие-то вот изгибы красивые, переливы. Я приглашаю всех гайчан на выставку. Обязательно приходите, я уверена, что вам понравится. Я приглашаю всех деток. Я считаю, особенно девчонкам я всегда советую, что, чтобы не случилось жизни, нужно заниматься творчеством. Пусть это будет там вязание, плетение, ну, как, например, живопись, я вот всем своим родственницам, всем малышам, я прям советую, прям настоятельно советую заниматься живописью. Почему? Потому что это пригодится в любой профессии. Для девушки развиваться вот в творчестве, в красоте, это настолько, ну, настолько потрясающе, что всегда сохранится женское начало, и даже если будет потом другая, вторая профессия, третья, четвертая, но навык, умение рисовать, это всегда будет любимым хобби, и всегда можно научить уже своих деток, то есть иметь даже как хобби. Несмотря на то, что в большей степени выставки представлены картины из цветочной серии, гайчане смогли увидеть и классические пейзажи, и натюрморты. Кроме того, вниманию всех посетителей экспозиции был показан видеоролик с презентацией картин, которые стали итогом работы «Путешествие веры по родному Уралу». Разукрадь глазунью поутру, когда совсем нет слов от счастья, поцелуй соседа, если жизнь вдруг улыбнулась в одночасье. И вбегай, когда играет нота-дон, И вспоминай, что было меня до меня, До меня, до меня, до меня, меня, до... На том берегу Урала В реке превращусь в кораллы И только для тебя останусь там И только для тебя затру моря и океаны Обойди все небо и вернись Ночи крылом аэроплана Разорми себя и прикоснись Губами к сонному лимону И вбегай, когда становится темно И не скрывай, что было меня до меня, До меня, до меня, меня, до... На том берегу Урала В реке превращусь в кораллы И только для тебя останусь там И только для тебя затру моря и океаны 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 Подари банановый рассвет И забирай его лишь по субботам, Потанцуй со мною минуэт И расскажи прогноз погоды И вбегай, когда рыбай полутон И забывай, что было меня, 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 до меня До меня, до меня, до меня, меня огонь На том берегу Урала В реке превращусь в кораллы И только для тебя я И только для тебя сотру моря и океаны Стоит сказать, что работы Веры не оставили равнодушными не только представительницы прекрасного пола, но и мужчин, которые по достоинству оценили картины художницы. Мне очень понравилось. Смотрятся вот эти цветы. На мой взгляд, это, скорее всего, дизайнерские разработки какие-то к интерьерам, к красивым, наверное, богатых домов, там, может быть, каких-то музеев. Ну, очень интересно, очень впечатляет, как бы, живые картины. Ну, мне очень понравились натюрморты и пейзажи. То есть, глядя на пейзаж Большого Урала, допустим, хочется прям прилечь на травку, позагорать и искупаться. Талантная женщина. Сочетание хорошее такое. Бывает, что чисто живописец, он боится в сторону шагнуть, в смысле, дизайнер. Она учитывает и тот, и другой вариант. Но не получается, так мне кажется. Выставка шикарная, конечно. Смотришь и гордишься своей сестрой, что у меня есть такая сестра талантливая. Взглянуть на цветочную феерию красок смогут все желающие горожане. Выставка продлится до конца октября. Анастасия Адарченко, Артем Архипов. Специально для видеоверсии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Адарченко, Артем Архипов.